Здорово, Господь, благодарим Тебя, воздаем Тебе всю славу, поклоняемся Тебе, благодарим за возможность пребывать с Тобой, учиться у Тебя и возрастать. Спасибо Тебе, дорогой. Во имя Ишуа благослови нас, пожалуйста. И все, что Ты приготовил в этом дне для каждого из нас, пусть оно исполнится и осуществится, и принесет хороший, добрый плод. Аминь. Откройте, пожалуйста, книгу «Берешит» «Бытие», 9 главу. Будем продолжать нашу тему «Заветные отношения» в общине. С 18 стиха. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Сие трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Но и начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, на готу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли на готу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали на готы отца своего. Ноя проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханан же будет рабом ему. Вот такая вот история, мы ее помним, конечно же. И почему я решил вам с вами ее вспомнить? Давайте разберем несколько значений в еврейском толковании, потому что есть несколько толкований, что же на самом деле произошло с Ноем, и какие мы поступки видим сыновей и детей. отношения сына к отцу, отношения других сыновей к своему отцу. Ну и мы с вами видим, что знаем, что Ноя был праведник, да? И в какой-то степени, возможно, Он был и пророком, в некоторых толкованиях так об этом говорится. Мы с вами в первом дне говорили, вспоминали, да? Кем был Ной, Он был непорочный, и Бог его выделил, Бог ему дал те условия и распоряжения, которые Он должен сделать, чтобы быть спасенным Ему, Его семье. Он строил ковчег и так далее. И мы видим, что у нас написано в нашем синодальном переводе, что Он выпил вина и опьянел. И что такое вино? Вино – это символ такой близости, радости, да? Соединения с Богом, такой духовной близости. И в одном из толкований есть намек на то, что навряд ли Ной так напился, чтобы оказаться в таком положении. То есть если Он был пророком, мы знаем, что у пророков, которые имели отношение с Богом, было очень странное поведение, вот, и необычное, и часто они разрывали одежды, вот, ходили там босиком, обнаженные, ну и так далее. Это одно из таких толкований. Но вот мы видим, что Он был обнаженный, и, естественно, у Него были уязвимые места. Вот я размышлял о том, что Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. То есть у меня возникали вопросы, от кого он узнал. Возможно, ему об этом сказали дети, но Библия нам об этом не говорит. Ну, как бы суть не в этом, но интересно. И что я хочу в этой истории, что мы с вами увидели? То есть кем был Хам? Да, все были его дети, все были его сыновья, но мы видим поступок Хама. То есть сын, который открыл наготу отца своего, который поступил достаточно грубо, неуважительно. Вот, то есть это такой поступок неблагодарного плотского человека, и он сам посмеялся перед отцом, да, и пошел рассказал об этом другим своим братьям. Его братья Симми и Афет поступили наоборот. Они покрыли наготу, да, своего отца. И даже если взять одно из таких толкований, что если Ной даже и совершил ошибку, даже если Ной и допустил ошибку, да, и действительно он оказался в таком вот состоянии, то Симми и Афет, они написано, они покрыли наготу, и лица их были обращены назад. То есть они, хотя и знали, в каком положении находится состояние их отец, но они не смотрели. То есть они сделали то, что действительно, как для детей своего отца, они почтили своего отца и покрыли его. Очень важно, чтобы мы с вами понимали, что мы можем допускать ошибки. И могут допускать ошибки наши наставники, лидеры, потому что никто не совершенный в этом мире, мы можем допускать ошибки. Но тут очень важно, какое наше отношение к этому. И очень важно, чтобы у нас не приходила критика или какое-то осуждение, которое может потом выражаться через наши поступки или наши действия. Давайте, пожалуйста, откроем теперь послание к римлянам, 15 главу. Ну и мы с вами знаем такой благословенный день, праздник, Йом-Кипур, день искупления. Вот, и что означает еврейское выражение, слово «копора», буквально «покрытие», да? И Ешуа, он покрыл наши грехи, вот, поэтому и праздник Йом-Кипур называется. Римлянам, 15 глава. С первого стиха. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Аминь». Это в том случае, если мы действительно уже сильны в Боге, уверены, вот, где-то зрелы, да? Если мы видим людей, которые еще немощны в вере, например, в 14 главе первом стихе об этом говорится, ну и так далее. Вот, или людей, которые не так сильны, а где-то слабы, вот, то наше отношение к таким людям, конечно же, должно быть. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Мессия не себе угождал, но, как написано, засловия засловящих тебя пали на меня». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». «Все, что мы с вами читаем в книге Библии, в ветхозаветной истории, только что и прочитали историю Оноя, безусловно, мы можем брать из этого уроки, и Слово Божие нам об этом напоминает, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Потому что каждый человек, который рожден в этом мире, безусловно, он проходит какие-то трудности, и это не значит, что у нас могут быть какие-то ситуации, какие-то трудности, которые могут быть такими для нас архисложными и непреодолимыми, что мы можем думать, что вот у меня такие проблемы, и таких проблем ни у кого нет. Часто такое бывает, я это знаю, то есть человек находится в таком положении, когда ты начинаешь с человеком говорить, оказывается, и немножко показываешь сторону сейчас каких-то нужд, проблем, духовного состояния других людей, то человек действительно видит, что он не самый из всех тех, который подвержен таким испытаниям, трудностям, и у него нет надежды. Поэтому у нас есть надежда. И дальше, пятый стих, тоже нам говорит о терпении. «Бог же терпение и утешение додарует нам быть в единомыслии». То есть, когда мы с вами развиваем это терпение, когда оно к нам постепенно приходит, и когда мы вырабатываем себе эту привычку, то, естественно, результат этого – наша опытность и наша выносливость. И через это уже приходит единомыслие, да? Единомыслие, что очень важно для нас, как для служителей, как для членов наших общин. Очень важно, потому что это приносит нам согласие друг с другом. Что такое единомыслие? Это иметь один и тот же ум. То есть, это как бы, буквально другой один из переводов – это лелеять надежды вместе, вот, соглашаться друг с другом, то есть, что-то общее, что мы видим, что открывается кому-то в общине, допустим, как часть какого-то ведения, оно становится нашим. И тогда наши мысли, они соединяются в одном. Вот, поэтому я, когда смотрел на эти стихи, вот, когда мы что-то проходим, и в нас утверждается эта надежда, Бог желает, чтобы мы дальше соединялись друг с другом между собой по учению Ишуа Мессии. Так Господь нас учил, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Ишуа Мессии. Поэтому принимайте друг друга, как и Он принял вас, славу Божию. Давайте еще, пожалуйста, одно откроем место из Писания. Это 1 Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава, с 18 стиха. И, безусловно, на нас с вами возложена эта ответственность по воспроизведению, я бы сказал, этого единства. На нас с вами, на каждом из нас ответственность. Дети, последнее время, 2.18. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем и того, что последнее время. И вот 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Вы знаете, когда мы читаем этот стих, мы говорим у себя, у нас в общине, как хочется, чтобы все были наши. И когда у нас были такие ситуации, когда вдруг те, которые были наши, они впоследствии оказывались не нашими по разным причинам, то когда мы смотрели это место, то, конечно, многим мы начинаем задумываться. Потому что в нашем служении могут приходить разные такие ситуации в наших взаимоотношениях, в наших взаимоотношениях, когда почему они были наши, а потом вдруг стали не наши. Ну, одно из, ну, как бы можем несколько частей разобрать, да? Вот. Но одно из то, что, допустим, я увидел, как это у нас происходит. То есть, как бы человек привыкает, человек, как бы привыкает к той или иной мере служения, поклонения или так далее. И бывает, что, допустим, люди могут делить как-то по форме служения, или там по Божьему присутствию, или по какому это ожиданию, или по тому, как это служение происходило. То есть, хорошо или плохо. То есть, и человек таким образом оценивает служение. Вот. Вот прошлое служение, вот оно было хорошее, сильное. Вот. А вот это служение, вот оно уже слабое. И вы знаете, у нас не могут быть все служения одинаковые. У нас не могут быть все служения однотипные. Вот. Безусловно, Бог двигается вперед. Безусловно, Он творит каждый день все новое. Вот. И мы тоже, как Его дети послушные, посвященные, мы тоже хотим. Вот. Но всякая подготовка к какому-то служению, безусловно, какой-то творческий подход. И есть какие-то нюансы человеческие, какие-то факторы. Вот. Приходит какая-то, может быть, усталость, или еще что-то. То есть, по-разному. Вот. И поэтому, безусловно, все служения не могут быть похожи один на другое служение. И часто мы вот являемся такими критиками, такими вот скептиками и оцениваем то или иное служение. Нас уже не устраивает это служение, нас уже не устраивает то служение. А вот позавчера было лучше, а сегодня вот. То есть, как такая система выборов. Ну, к примеру, шведский стол. Да, мы подходим и берем оттуда, что мы хотим. Или там цветок ромашка, любит, не любит, любит, не любит. То есть, выбираем то, что мы хотим. Но я говорю с людьми у нас, мы говорим с ребятами, вы понимаете, мы должны понимать, что мы находимся в еврейском служении. И это не потому, что вот оно просто еврейское служение, но есть определенное противостояние. Есть антиеврейское противостояние, есть антисемитское противостояние, есть противостояние от дьявола. Вот, много таких факторов и так далее. Поэтому наше служение, оно требует, ну, таких определенных усилий, стараний. То есть, всегда как бы нужно быть в таком бодрственном состоянии, и в молитвенном состоянии, чтобы, как бы, преодолевать какие-то такие, скажем, духовные темные массы, которые надвигаются, допустим. Поэтому нужно вот всегда вот понимать, что с нами Бог. Наш Бог, Бог Израиль. Он нам доверил это служение. И что, если даже что-то не по нашим ожиданиям, если мы что-то даже недополучаем, ничего страшного. Ничего страшного. Поэтому нам нужно проходить, и чтобы мы понимали, что не дай Бог нам оказаться теми, которые мы были с вами, а теперь мы вот не с вами. Вы понимаете, да? Потому что у нас были такие случаи, и мы до сих пор как бы об этом говорим, что если человек хочет перейти в нашу общину с другой церкви, у нас общеведение спасения только неверующих. Ну, во-первых, евреев. Если приходят другие люди других национальностей, конечно, слава Богу, это Божий дом. Если вы принимаете наше впоследствии еврейское мессианское видение, служите. И есть такие и неевреи, которые так служат Богу, и так любят Бога Израиля, еще больше, чем настоящие евреи. Вот. Поэтому... И которые могут привести еще 20 евреев. Поэтому бывают и такие хорошие исключения, и даже больше, чем исключения. Вот. Поэтому у нас цель в нашей общине, мы с самого начала, с самого первого дня, у нас конкретная цель. Вот. И так мы были научены, и до сих пор в этом двигаемся. Это наше предназначение. Служение, спасение неверующим евреям. И другим остальным. Поэтому, когда к нам люди хотят перейти из других церквей, вот, по разным причинам, мы к этому относимся очень и очень осторожно. Вот. Потому что люди, они могут быть разные. Вот. Они могут прийти с таким багажом. Вот. И если я как пастырь, или мы как служители не разберемся с этим до конца, какой мотив и какая причина его перехода в мессианскую общину, то мы, конечно же, потом будем пожинать ого-го. Вот. И поэтому мы стараемся говорить, вот, какой твой мотив, какое твое желание, какое твое желание. Вот. И сразу оно видно, кто у тебя пастырь. Вот. Допустим, если мне не удается об этом поговорить, то есть есть служители, которые уже могут поговорить. И поэтому по разным причинам у людей разные ответы на эти все наши вопросы. И мы всегда даем испытательный срок. Вот. И даем подумать вообще, готов ли он служить еврейскому народу. Потому что это очень непросто. Готов ли он любить, жертвовать. То есть открываем как бы некоторые такие нюансы внутреннего нашего посвящения, вот, нашего служения и так далее. И человек тогда выбирает. И, безусловно, ну, честно вам скажу, за, вот, за 9 лет нашей общины с других церквей в нашу общину перешло, вот, вот ровным счетом, столько человек. Хотел я перейти в несколько раз больше. Вот. Поэтому, вот так. И мы не жалеем, мы людям давали возможность, пожалуйста. Но, когда люди понимали, потому что, знаете, когда у нас родилась еврейско-мессианская община и прошел этот же фестиваль, то, понятно, с церквей повалили на шаббат и столько людей. О, к нам там и пророки приходили с Пятидесятниковой, и пророчествующие. И, знаете, как по-младенчески. И как бы мы их, ну, не то, что уже пускали, у нас как бы формировалась вообще община, членство какое-то, структура, какие-то лидеры, какие-то служители. Поэтому это был такой младенческий такой переход новый, естественно, такой, как дитя родилось, его нужно кормить, подкармливать, смотреть за ним. Поэтому мы, конечно, делали кучу ошибок. Но это все во благо оказалось в итоге. И с другой стороны, когда, вот то, что мы прочитали в Свете Писания, если по каким-то причинам человек говорит, я ухожу с общины, или мы там с ним говорим, какая причина и так далее, если он все-таки уходит, мы его предупреждаем и говорим, послушай, от нас уйти легко, но возвратиться к нам уже будет трудно. По известным причинам. Потому что еврейское служение, это не то служение, которым можно бросаться. Хочу, не хочу. Любит, не любит. Ромашка, знаете, подошел, взял на столе то или то. Поэтому это то, что горит в Божьем сердце. Это то, чем горит Божья любовь, спасение Его народа. Поэтому и честно вам скажу, что за эти годы никто не... Люди ушли, как бы могли упасть, уйти в мир, приткнуться на чем-то, но никто не ушел в другую церковь. С еврейской общины. Никто не перешел. Поэтому я хочу вас в этом тоже как бы ободрить, обнадежить, что Бог насадил здесь этот институт несколько лет назад. И уже здесь есть община при этом институте. И поэтому и то, что вы здесь учитесь, и до вас ребята, студенты учились. Я многих из них знаю, которые уже хорошие, сильные служители еврейском служении. Даже можно быть там при церквях открывать какие-то еврейские служения. Другая часть немножко. Но чтобы вы ценили и понимали, что если вы оказались здесь, это не случайно. Понимаете? Если вы оказались здесь, вы не случайны. Поэтому как бы что ни складывалось, как бы вы что ни переживали, ни чувствовали, или там, ну вот, сегодня день был хуже, позавчера лучше, или там служение одно... То есть старайтесь, ну, эту Божью истину, Божью правду, вот просто держаться за нее, покрывать друг друга, чтобы просто вот этот... Йом-Кипур, он был каждый день для нас, правда, и будет приходить настоящая радость от Йом-Кипура. Помните, как в Йом-Кипур вообще раньше это был не такой праздник, как сейчас празднуется в синагогах, где все одевают талиды, берут сидуры, вот, белые одежды, вот, и... ну, я был в Израиле, в синагоге на Йом-Кипуре, там был в других местах, поэтому я немножко это все видел, как это все происходит, вот, какое к этому настоящее отношение, а на самом деле Йом-Кипур праздновался в Иерусалиме очень радостно, торжественно, написано в разных Медрашах о том, что еврейские девушки одевались в белоснежной одежде, выходили на улицы Иерусалима и праздновали Йом-Кипур. Ну, это тогда, когда Бог прощал грехи, вот, принималась жертва, то есть это был такой праздник, что, то есть другие, другие даже праздники, они не так праздновались, как Йом-Кипур. А для нас сейчас Йом-Кипур, мы что знаем, кто наш искупитель, да, кто наш защитник, правда, кто покрыл наши грехи. Вы что-то хотели сказать. Вы сказали, что из вашей общины никто не перешел в другую церковь. У меня вспомнилось это вот место, когда Ишо своим ученикам спрашивает, вы никуда не хотите уйти? Да, да, да. Они говорят, куда же нам идти, у тебя глаголы вечная жизнь. Да, 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 сто процентов. Да, да, да. Ну и при этом, конечно же, другая крайность. Очень важно. Я стараюсь, если вы заметили, как бы, чтобы мы рассматривали разные крайности, если я где-то что-то пропускаю, вы там себе где-то отмечаете, все равно смотрите на другую сторону, потому что мы можем, как бы делиться чем-то, но мы должны всегда помнить, что есть разные стороны того или иного там, разная сторона медали, как говорится. Вот. И есть... Ой, что же хотел сказать? Другая крайность вылетела. Что же я хотел сказать? Ну ладно, вспомни. Да, первый раз. Хорошо. Да, 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 да. Ну хорошо, откройте тогда, пожалуйста, книгу притчей Мишлей. Пиркей тоже прекрасная книга, прекрасное поучение, наставление. Кто-то из вас читал Пиркея вот, поучение отцов? Пиркея вот, читали. Саша, да, да, интересная там тоже есть вещи поучения. 12 глава. 12 глава. А, что хотел сказать? Вкратце дополнил. Вспомнил. Чтобы мы с другой стороны, ну как бы ценя наше еврейское служение, да, и то призвание, в которое Бог нас призвал, чтобы мы, безусловно, не гордились этим. Потому что мы наломали дров у нас в городе, среди церквей, так наломали, что просто, ну мы понимаем, что это ценно, что это важно, что это просто, ну действительно, я все время думал, Боже, почему Ты меня избрал? Как наш народ задает, Боже, Ты не мог избрать какой-то другой народ? Понимаете? И как бы так проходили месяцы, годы, и такая благодарность Богу, и ты понимаешь, какая ответственная за этим. Вот, поэтому мы наделали очень много ошибок, когда наше неправильное поведение, вот, и мы не всегда умело доносили людям, как себя вести, там, на каких-то конференциях, на каких-то, даже куда выезжали, когда просто братья одевали кипы, как они себя вели, вот, ну, как бы так вызывающе, ну и, конечно, это нужно делать, но это настолько такая тонкая грань, вот, даже наши молитвы, даже когда мы общаемся с братьями христианами, мы не должны превозноситься, мы не должны, то есть мы должны быть достаточно скромными, степенными, вот, это не по нашим заслугам, это не по нашим делам, мы это имеем, правда? Не по нашим заслугам, не по нашим делам, вот, это Бог так решил, вот, взять нас, поместить, научить и так далее, поэтому тем более наша задача, если мы части тела Мессии, тем более наша ответственность, наша часть, щедро, в любви, в скромности раздавать этот хлеб многим другим, да, искренним, верующим христианам, любящим Бога, ну, по каким-то причинам, они пока еще для себя не могут открыть эти еврейские корни, вы понимаете, да, поэтому это очень важный момент. 12 глава 11 стих, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам прознания, любви, тот скудоумен, и у каждого из нас есть своя земля, да, у меня есть своя земля, которую нужно возделывать, это я, Лариса может сказать, у меня есть своя земля, которую нужно возделывать, это я, да, поэтому, если мы будем возделывать свою землю, мы будем насыщаться хлебом, безусловно, и можем еще с радостью делиться этим с другими, раздавать и другим, поэтому там, где есть у нас с вами успехи, там, где есть у нас с вами плоды, там, где мы с вами возделываем эту землю, конечно же, что-то стоит за этим успехом, и по милости его, мы можем в этом направлении развиваться и служить Господу, и вот вторая половина, ну, первой половине мы еще вернемся этого стиха, вот вторая половина, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумный, кто такой скудоумный, скудоумный, это тот человек, который мало ума, ограниченный, да, и не желает расширять свои мозги, да, он думает, может быть, я бы назвал это, что скудоумный человек, это как бы лень ума, это не из-за того, что, потому что, ну, есть как бы разные люди, да, люди имеют разный характер, вот, и есть люди, которые могут быть там, действительно, как бы, мудрыми, там, красноречивыми, есть люди немножко другие, вот, но именно скудоумный, это тот, который вот, праздно проводит свое время, отсутствует желание развиваться, вот, и, конечно, он думает, что все должно прийти автоматически в его жесть и так далее, но первая часть этого стиха говорит о том, что кто возделывает землю, тот, кто трудится, тот, кто прилагает старания, тот, кто прилагает усилия, пожалуйста, посмотрел по номерам Стронга, скудоумен, посмотрел по номерам Стронга, скудоумен, там идет, в иврите смехут, хасер лев, хасер это нуждающийся, недостающий, а в сочетании со словом лев, которое переводится как сердце, можно видеть, как нуждающиеся сердце, сердце с недостатком каким-то, значит, такой вот интересный момент. Как что-то недополучил, да, что-то, ну, да. Отсутствие полноты, скажем так. Вот, если говорим о скудости ума, говорим, что это лень ума, то мы с вами имеем ум Христов, правда? Это написано для всех, а мы имеем ум Мессии. Еще, давайте, пожалуйста, откроем несколько мест из этой книги, которой мы сегодня, 10 глава, 4 стих. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». 12, 24. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет поданью». 27 стих в этой главе. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». То есть мы с вами видим в некоторых стихах, в которых мы прочитали, что-то говорится о прилежности. 13 глава, 4 стих. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». То есть говорится о прилежности. Быть прилежными ко всему, к чему прикасается наша рука. Быть прилежными ко всему, то, что мы видим, кому-то, к чему-то. И дальше мы немножко об этом будем тоже говорить. Поэтому всякий прилежный человек, он будет относиться к труду, к работе, к служению, к построению взаимоотношений. Ну, очень искренне и желать, чтобы это действительно было прилежно. В Колоссяна мы прочитаем «Работайте, трудитесь от души, как для Господа». То есть где бы мы с вами ни находились, на работе, на служении, мы с вами можем прилежно к этому относиться. То есть возделывать свою землю, следить за собой, расти себя, наблюдать за собой, как мы ведем себя в отношениях с людьми, как мы строим наши взаимоотношения, ну и так далее. И на самом деле всякий прилежный человек, настоящий прилежный человек, у него нет рабочего времени. Потому что у настоящих прилежных людей, ну, это то, как я увидел, допустим, по себе и по нашим некоторым людям, вот, у них нет вообще рабочего времени, у них нет рабочих дней. Почему? Потому что они работают тогда, когда надо. Это не значит, что они не спят, это не значит, что они отдыхают, но они действительно трудятся для Бога, потому что есть нужда. А трудятся они почему? Потому что они трудятся не так, как трудоголики, которые там, ну, по разным причинам, ну, как бы, трудятся. Кто-то может за счет того, что работает, обогащаться или так далее, но они трудятся из-за того, что они любят это любимое дело. они любят это дело, они вкладывают себя в это дело. Вот. И я вот сейчас немножко, когда разговаривал с вашими пастырями, с Валентином Равановичем и с Татьяной Михайловной, то есть я как бы, они для меня тоже в какой-то степени наставники, потому что они уже были такие состоявшиеся служители, которые заботились о людях, то есть когда родилась наша община, еще общины вашей не было, но был только вот институт, и наши некоторые люди из Бердичева, они учились в институте, вот, и они рассказывали, то есть какую заботу оказывали ваши пастыря, поэтому я в какой-то степени у них учился, и когда я уже женой, мы стали нести пастырское служение, то есть я вижу, что действительно, что когда мы имеем с вами такое пастырское сердце, может быть мы не все призваны быть пастырами, кто там может быть, но хотя с другой стороны, вы знаете, я бывал на таких служениях, и когда слышал такие очень конкретные вещи, потому что например человек, который допустим очень хорошо двигается в молитвенном служении, он является таким одним из молитвенников, скажем, какого-то служения, в общине церкви, у него есть молитвенная команда, которая достаточно движется, имеет какие-то проекты, но было замечено, что эти молитвенники, они как бы неявно, но они отделяются от семьи, от общины, то есть они знают как бы только свое дело, вот, если есть нужда в общении в служении, там в помощи какой-то физической, в попечительстве, в ашерстве, вот как бы поучаствовать в жизни там другого какого-то служения, тут просто они включают тормоза и типа это не наше, вы понимаете, и забывают при этом, куда они пустили корни, где их вообще корни находятся, вот, и таким образом получается такое, как бы неявное, а потом и явное самовыражение себя, самоотделение себя от семьи, от общины, вы понимаете, и поэтому я слышал, об этом и учил и Борис Саулович, и мы как бы к этому по чуть-чуть приходим, и это очень важно, чтобы мы понимали, что мы должны служить людям везде, мы должны людям служить всегда, каком бы мы ни были служении, мы просто, если у нас это где-то ну, как бы черство, или мы думаем, что у нас какой-то другой дар в служении, ну, это хорошо, но Бог нам дал такие сердца, Бог нам открыл себя, именно как тот Бог, который заботится о людях, вы понимаете, если Он говорит, что придите ко мне все нуждающиеся и обремененно я успокою вас, то есть мы все к Нему пришли, и то, что мы с вами говорили на этой неделе, мы все с вами имеем что-то в прошлом, и очень часто Бог может посылать нам тех людей с нашим прошлым, из которого мы выходили, которые мы побеждали, выходили из-за тех грехов, каялись, и так далее, чтобы помогать и служить тем людям, поэтому, какое бы мы с вами не несли служение, я верю, что мы можем в какой-то мере нести и пасторское служение, именно вот эту заботу о людях везде. Сто человек у нас будет в общине, пятьсот человек, десять человек, два человека, вы понимаете, мы можем и должны видеть нужду, заботу людей. Еще одно место, давайте мы с вами, пожалуйста, прочитаем, это Псалом восемьдесят девятый, мои любимые Псалмы. Псалом восемьдесят девятый. Знакомые тоже нам стихи с девятого стиха. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши как звук, дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего, ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобреть сердце мудрое. Обратись Господи до Коли и милосердись над рабами твоими, рано насыти нас милостью твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, залетав, в которые мы видели бедствие, доявится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя, и да будет благоволение Господа нашего на нас, и в деле рук наших с поспешистой. В деле рук наших с поспешистой. То есть, когда мы с вами, ну, хорошие стихи, да, прекрасный псалом, можно разобрать его, о том, сколько нам жить, какая самая лучшая их пора, и, конечно же, если мы с вами что-то желаем, что-то ждем, что-то произойдет и изменится, и не прилагаем к этому никаких стараний и никаких усилий, то написано, что такая душа, она вообще ничего не приобретет, правда? народа, и даже если мы с вами верим, хорошо, что верим, даже если мы с вами молимся, хорошо, что молимся, но вера без дел мертва, поэтому Божье нам напоминание, что есть у нас вера, есть наше желание, есть служение, но есть еще то, что мы должны делать, то, что мы должны совершать нашими руками, вот, нашими устами, нашими поступками и нашими действиями. Амин. Перерыв.